В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Снегопад в предгорных и горных районах курорта идет вторые сутки. Так, перед прохватом мы заехали в зальчик. Не моя была идея, но Рома готовится к Румынии. Поэтому я его, естественно, поддерживаю. Сейчас тоже потягаю штангу, поприседаю, поотжимаюсь и поподтягиваюсь. Ромыч, давай, мы в тебя верим. Румыния впереди. Как вы уже могли заметить, погода слегка не питерская по сравнению с предыдущей серией, которая была до этого, где мы с Лехой катались по снегу глубиной полметра. Здесь погода абсолютно другая. Мы находимся в Сочи. Что же я тут делаю? Все очень просто, ребят. Как вы помните, первый видос в новом году у меня был посвящен эндуро. Я ездил на эндуро-гонку в Орленок. Абсолютно без подготовки. На совершенно незнакомом мотоцикле, ничего не зная о дисциплине эндуро, просто приехать и заявиться в гонку и постараться ее проехать. И я сделал небольшой опрос в том видосе и сказал, что если в видосе наберется больше 100 комментариев и вам эта тема заходит, то я обязательно сниму что-нибудь еще по теме эндуро. Я тут. Погода максимально комфортная. Примерно 10 градусов. Ощущается, как, я не знаю, как 20, наверное, в Санкт-Петербурге. Поэтому, ребят, сейчас я быстренько переодеваюсь и будем снимать эндуро. Место, в котором мне выдадут в этот раз мотоцикл, называется эндуро 23. У ребят хороший парк мотоциклов, поэтому, если вы едете кататься и хотите снять в аренду мотоцикл, либо отдельно мотоцикл с экипировкой, либо даже мотоцикл с гидом, который у вас проведет по тропам, и который все здесь знает, то я советую, конечно, приезжать в эндуро 23. Мне здесь реально нравится. Сейчас посмотрим, что мне дадут за мотоцикл. Вот просто посмотрите на этого человека, посмотрите на меня, еще раз посмотрите на этого человека и просто догадайтесь, на каком же я мотике буду кататься. Естественно, на китайском я мотике буду кататься. Стоп, это топовый. Это топовый китайский. А что это за китайский? GMC? Да, это GMC. 250. GMC. Это мотор такой же. В общем, компания GMC, которая до этого занималась исключительно крутыми, очень качественными гоночными питбайками, они решили, ну, так сказать, пойти в массу, но это так же, как Porsche Cayenne однажды спас компанию Porsche. Вот, они сделали 250-ку, у них до этого никогда не было мотиков. Но это обычная 250-ка на 172-м моторе, то есть это не... Ребят, господи, если Степа со мной дружит, я занимаюсь китайскими мотиками, естественно, я буду им наруливать китайские мотики, и в этом нет ничего зазорного. Это мой хлеб, это то, про что я рассказываю, показываю, то, с чего и начался, собственно, мой канал. И специфика моя, так же, как Степа снимает про одно, я снимаю про другое. Логично. Неправда. В общем, парни, вы поняли, что Рома максимально мне пытается привить тему китайских мотоциклов, но я не сдаюсь, как бы, и, ну, чтобы вы понимали, естественно, мне никто не платит за рекламу китайских мотоциклов, мне оно абсолютно не нужно, как бы, и это понятно. Сегодня мы будем разминаться на GMC, а потом, вроде как, будто мне обещают дать какой-то более топовый мотик, потому что на этом 172-ом моторе я, честно, уже от него устал. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну вы поняли, у эндуристов свои трюки какие-то непонятные. Я называю, вот, допустим, такое перемещение на мотоцикле Абра-кадабра. Не, ну, наверное, это полезно, но смотрится очень смешно. Ромыч, ты мне пять хочешь дать или что? Давай пятюню. Ну что, ребят, вчера мы немножко размялись с Ромой в горах. Сегодня новый день, и сегодня мне выдали очередной новый для меня мотоцикл. Это очередное творение Поднебесной. Сказали, что это топовый китайский мопед, и называется он Zoom 300. Кстати, сегодня у меня брали интервьюшку для какого-то эндуро-канала, и попросили меня представиться. Я думаю, блин, как представиться? И представился я, короче говоря, эндуро-панк. Меня спросили, а что это такое? Я говорю, ну, эндуро-панк, это когда тебя зовут туда, куда ты не знаешь куда, дают мотоцикл, на котором ты ездишь каждый раз, как в первый раз. Если что, то это Степа, который первый раз сел на эндуро-мотоцикл, именно на этот, минут пять назад. Никакой гонки тут сегодня не будет. Сегодня здесь будет прохват. Да, у эндуристов это называется прохват. У нас прохват называется что? Когда мы садимся на спортивной мотике, едем куда-нибудь в город, где все красиво, мы катаемся, все чинненько-благородненько. А тут прохват это страдание на горах, ковыряние червей и просто ломание, зачастую, своего мотоцикла. А пострадать сегодня придется, потому что погода, как вы видите, сегодня дождливая. Я в этих горах был, там глина в перемешку с камнями, я был там, где даже Рома в прошлый раз не смог доехать. В общем, я не представляю, что там сегодня будет. Если мы поедем именно туда, то там будет реально страдание. Тем более, большое количество участников приехало сюда на питбайках с плохим уровнем подготовки. Я думаю, что очень быстро половина из этих ребят отсеется на этом прохвате. Мотик вот так внешне, чисто визуально выглядит посерьезнее. Я вижу здесь уже водяное охлаждение у мотора. Как минимум, здесь уже 300 кубов. Более длинные подвески. Ну и он сам... А, алюминиевая рама. Что, наверное, уменьшает вес. Ну и сам он такой более посерьезнее, повыше. После прохвата постараюсь дать вам характеристику, какие отличия. На том мотике, сразу скажу, мне очень тяжело было прыгать бревна, потому что он плохо подрывал. Здесь мотор явно веселее. В этом плане, мне кажется, будет легче. Ну а во всем остальном, только после гонки. Так говорить просто бессмысленно об этом мотоцикле пока что. Ну давай, чувак, не подведи меня. Я надеюсь, что мы с тобой доедем до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, вы просто посмотрите, какой вид. Только ради этого стоит ехать в Сочи, кататься по горам. И я считаю, что начинать эндуро нужно именно здесь, потому что вы сразу пропитаетесь атмосферой. Увидимся, который как там говорит. Дарафон Дана Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, пока что прохват проходит максимально удачно Все страдают, снега по колено Все то же самое, что и в Санкт-Петербурге Атмосфера непринужденная Короче, я кайфую Ну, мы приехали в Сочи Это Сибирь какая-то гребанная Просто Питер 2.0 Субтитры сделал DimaTorzok Короче говоря, как я понимаю План сейчас такой Мы берем гида, который пожестче Берем отдельную компанию Которые могут ехать там, где ехать тяжелее И едем вверх Остальные ребята едут вниз Потому что там на питбайке, скорее всего, не проехать будет Короче, прохват продолжается, ребята Погода просто дно Субтитры сделал DimaTorzok Это мой контент Блин, отдай камеру, убери ее нахрен Я учусь, брат Ты учусь, что ты, ты стантер Лучше убери камеру Все, все, мой материал Подожди, вон, нет, контент есть Блин, точно, контент Нет, это мой контент, это мой контент Вот это поворот Печальная история Так, ну что, пока есть немного времени Расскажу вам о своих впечатлениях об этом мотике Значит, мне он понравился больше, чем Avantis С 172-м мотором, на котором я ездил в прошлый раз Посадка на нем намного удобнее Она приближена к классическому эндуро или кроссовому мотоциклу Я думаю, что это из-за все-таки вот этой рамы Она более похожа по конфигурации на нормальные взрослые мотики Второе, это, конечно, мотор Он более резвый, подрывной Работает совершенно по-другому Хорошие низы по сравнению с тем мотором, на котором я ездил Дальше, подвеска Подвеска, на самом деле, выше, как я и говорил Отрабатывает она лучше Ну, в принципе, в остальном все то же самое Но мощность дает о себе знать Мощность намного больше Процентов, наверное, на 30, я думаю И, конечно, это решает И самое главное, не только мощность А самое главное, что у него длинные передачи То есть он весь длинный Можно долбить в отсечку на первую, и ты будешь ехать Вот, а на том мотике, конечно, нужно было переключаться С первой на вторую На первой мало Скорости на второй уже ему не хватало Ну что, ребят Прохват закончен Эмоции полные Ну, вы поняли Погода жесть Я даже не стал вам снимать концовку Потому что я приехал И час просто отогревался В общем, такая вот в очередной раз Спонтанная получилась поездочка в Сочи Но вы же прекрасно понимаете Что жизнь это не шахматная партия А больше экспромт И ты никогда не знаешь развития Мне лично нравится такой формат видосов Я надеюсь, что вам он тоже заходит И вы прямо сейчас накидаете ваших царских лайкосиков И подпишитесь на этот канал Ну что, ребят На этом я с вами прощаюсь Спасибо, что досмотрел этот видос на конца Скоро увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому